Всем привет, это Омай Арт. Очень холодно, очень снежно. Приехала в Новый Иерусалим. Буду рассказывать вам про выставку младших брейгелей. Вообще задумалась о такой любви русских к брейгелю. Два года назад в Вене была выставка и очень много нашего народа полетело. Нашла однажды теорию, которая мне понравилась своей такой парадоксальностью и простотой. Какой-то иностранный там профессор предположил, что русские так любят брейгеля, потому что на его работах часто много снега. И он вообще первый, кто в европейской живописи изобразил падающий снег. Ну вот такой парадокс. Снега нам, видимо, в жизни не хватает, подавая еще и на картинах. После малого ледникового периода наконец-то в тепле в музее. Вообще эта выставка выглядит настоящим чудом, особенно на фоне постоянных переносов проектов. И вот здесь, в подмосковном музее, настоящее европейское искусство. Тут надо заметить, что младшие брейгели, в отличие от брейгеля старшего, брейгели отца, есть в российских музеях, есть в Пушкинском музее, есть в Эрмитаже. Но на этой выставке мы увидим не только их. Мы вообще увидим 70 работ, и это не только брейгели. Это их современники, их последователи, художники, которые развивали идеи и младших брейгелей, и старшего брейгеля. То есть вообще мы получим некое понимание об искусстве Нидерландов того периода. Эта схема родословная. Древо семьи брейгелей здесь, она очень усеченная, потому что здесь показаны только те художники, которых мы увидим на выставке. Итак, Питер Брейгель-старший, отец-основатель, и его нет на выставке, но без него невозможно обойтись. Младшие брейгели, Ян Брейгель-старший и Питер Брейгель-младший. Это два сына, собственно, Питера Брейгеля-старшего. Это Ян Брейгель-старший. Его называют старшим, потому что у него самого тоже был сын, Ян Брейгель-младший. Но вот с именами, конечно, в семье как-то не было разнообразия. У Яна Брейгеля-старшего, кроме сына, были еще дочери. И у одной из дочерей она вышла замуж за художника. Девушка, которая родилась в семье художника, тогда не могла выйти замуж за какого-нибудь кузнеца, сапожника, неизвестно, я не знаю, владельца другой какой-нибудь мануфактуры, тоже вышла замуж за художника. И у нее родился сын Ян Ван Кесель-старший. И, соответственно, он был внуком Яна Брейгеля-старшего и правнуком Питера Брейгеля-старшего. А вот Анна, Брейгель, дочь Яна Брейгеля-старшего, вышла замуж за Давида Тейнерса-младшего. Он тоже из семьи художников, вошел в семью художников, тем самым какой-то увеличил свой какой-то творческий запас и вообще получил хорошее преданное и тоже представлен на этой выставке. Обещала снег и начинаю со снега. Выбрала эту работу, потому что, на самом деле, она переатрибутирована. Она очень долго считалась, на самом деле, произведением Питера Брейгеля-младшего, или же его мастерской. Но вот в какой-то момент долго проводились всякие исследования, анализы, и в итоге это все-таки Мартин Ван Клеви. Почему я с него начинаю? Да, собственно, выставка с этих работ этого автора и начинается. Смотрите, какая история. Я здесь очень часто буду говорить копия, подражания. Но вы должны понимать, вот эти работы – это 16 и 17 век. Тогда к этому было другое отношение. И действительно, копий работ Брейгеля – их множество. Питер Брейгель-старший умирает в очень раннем возрасте, чуть больше сорока ему было. Его сыновья совсем маленькие – одному четыре, другому два, и продолжать его дело они не могут. При этом он очень популярен. Его работы пользуются просто колоссальным спросом. И поэтому рынок готов покупать продукцию, которая на него похожа. На этот спрос тут же отвечают его современники, и начинают создаваться работы, которые в подражании Брейгелю. Это ни в коем случае не подделка. Это так называемые работы по мотивам. Они нужны заказчикам, они нужны покупателям, они пользуются спросом. Это настоящий художественный рынок, так почему бы нет. Итак, это работа Мартина Ван Клеве «Избиение младенцев». Такая же работа есть у Питера Брейгеля-старшего. Сюжет, я думаю, все более-менее знают. Царь Ирод после встречи с волхвами отдает приказ уничтожить всех младенцев от совсем грудных до двух лет. И, собственно, это и происходит. Тут важно заметить, что, конечно, в XVI веке нидерландские художники актуализируют все эти библейские легенды. И по календарю «Избиение младенцев» происходит зимой. Ну вот, пожалуйста, зимой, пожалуйста, снег вокруг. Трудно представить, что в том месте, где избивали младенцев, был снег, но вот актуализировали историю. Итак, чем эта работа отличается от работы Питера Брейгеля-старшего? Во-первых, Ван Клеве прямолинейный и даже, в общем, жесток, потому что вот здесь можно увидеть тела младенцев, уже растерзанных. У Питера Брейгеля-старшего этого нет. Причем проведен был какой-то анализ в свое время, и там у него тоже были тела написаны изначально, но он их потом все закрыл какими-то тюками. То есть, вот самих вот этих растерзанных младенцев их нет. Там главное отношение вот этих пришедших воинов и женщин, которые пытаются защитить своих детей. Кроме прочего, там очень интересный ритм, там видны эти пики этих воинов, и вообще картина построена совсем по-другому. Но сюжет такой же, скомпонована картина более-менее похожа. И когда мы будем смотреть другие работы, другие повторения Брейгеля, мы поймем, что, может быть, они не настолько глубоки, как работы Брейгеля-старшего, что постепенно вот его эта философия, она так выхолощивается из работ. Но рынок требует работ попроще, и это нормально, и художники, в общем, этому соответствуют. Но, конечно, главным копиистом Питера Брейгеля-старшего был его старший сын Питер Брейгель-младший. Вот и он, наконец-то, здесь на выставке 19 работ представлено его авторство и плюс его мастерская, потому что понятно, что такое количество копий, а иногда он копировал какую-нибудь работу десятки раз, просто десятки раз. Невозможно было это все сделать одному, ему помогали художники, у него была огромная мастерская, он ее возглавлял, он унаследовал ее, он был старшим сыном. Конечно, все исследователи обожают искать, что он сделал не так, где не то, а тем более картины дают почву для этого, потому что это очень много деталей, очень много персонажей, это прямо как детская игра. Я вот на самом деле не очень люблю художников сравнивать, но с Брейгелями это, конечно, не работает, ты сидишь и сравниваешь. Вот работа проповедь Святого Иоанна Крестителя в пустыне, первое, что бросается в глаза, цвет плаща слушателя на первом плане, он вот здесь у Питера Брейгеля-младшего такой яркий, голубой, красивый, насыщенный, а вот если смотреть на работу Питера Брейгеля-старшего, он бело-желтый, и ты сразу думаешь, о, нашел отличие. На самом деле, удивительно, провели анализ и выяснили, что на работе Питера Брейгеля-старшего плащ тоже был такой же голубой, но просто сохранилась она хуже, ей больше лет, и вот со временем краски потеряли свою яркость. Кстати, про цвета. Вообще, в работах Питера Брейгеля-младшего краски поярче, чем у отца, это такое немножечко, знаете, как вот Инстаграм, чуть подвыкрученный, да, если сравнивать. Дело тут не только в том, что работы его отца сохранились хуже, это да, но вообще, в принципе, уже покупатели, аудитория хотели работать чуть ярче, чуть попроще, может быть, не таких глубоких, и в принципе, в принципе, художник старался этому соответствовать. Все-таки вот это понятие о каком-то призвании, творчестве и вдохновении, оно все-таки появляется уже ближе к нашему времени, а тогда это было в том числе ремесло. Требуются копии, будем делать копии. Тут еще важный момент, что Питер Брейгель-младший никогда не подписывал со своим отцом. Подписывал с собой, но при этом он делал копию работы своего отца. Я постоянно говорю, копировал, повторял, и я, когда это говорю, как-то внутренне все время переживаю за этого Питера Брейгеля-младшего, что вы про него подумаете, вот всю жизнь сидел и корпел только наследием отца, и ничего сам не сделал. На самом деле, не так. Во-первых, он не чувствовал никакой проблемы из-за того, что он копирует. Вообще, у него была прекрасная, нормальная, хорошая по тем временам жизни. Но, конечно, какой-то простор для собственного творчества у него тоже оставался. И вот эта работа, она называется «Добрый пастре», одна из, наверное, самых важных работ здесь на выставке. Вообще, долгое время считалось, что это работа Питера Брейгеля-отца старшего. Ну, она просто хороша. Она хороша по исполнению техника, лицо, композиция. Она просто очень хороша, поэтому считалось, что, конечно, это мог сделать только такой мастер, как Питер Брейгель-старший. Потом уже есть такая наука дендрология. Это когда изучают возраст дерева, на котором написана работа, выяснилось, что вообще-то это дерево не могло никак попасть, он уже умер, когда его спилили. Поэтому это работа Питера Брейгеля-младшего, и он не повторяет здесь никакого сюжета отца, делает все сам. В общем, на самом деле, его техника, его способность делать какие-то собственные работы, говорит о том, что он был, в общем, совершенно самостоятелен в выборе пути, и то, что большая часть его жизни, она проходила в таких копиях, в повторении, это его выбор. Вот эти две работы, и это копии самой тиражируемой работы Питера Брейгеля-старшего «Зимний пейзаж с конькобежцами, ловушка для птиц». По-моему, известно 127 копий этой работы, и 45 из них принадлежат Питеру Брейгелю-младшему. Их делали вообще потом на протяжении еще многих веков, и до сих пор в мастерские специалистам несут эти работы и все время спрашивают, они вообще имеют отношение хоть какое-то к Брейгелям, хоть каким-то. Вот эта работа Питера Брейгеля-младшего – хорошая копия, очень похожая на работу отца. И город, и пейзаж, и вот эта ловушка. Кстати, там есть большая такая философская подоплека всем этом. Это вот такие люди, которые резвятся и находятся в каком-то таком благостном состоянии. Снег, коньки. Это вот та самая зима, когда Шельда замерзла все-таки. Наверное, это какой-то 1564-65 год, когда были такие сильные морозы. Вот эта вся беспечность людская, она может на самом деле закончиться очень плохо. И вот эта ловушка для птиц, которая есть в углу, и такая доска, и подставлена палочка, вот там птица, и в какой-то момент крышка падает, их прихлопнет. Это вот как раз предостережение человечеству, что нельзя быть такими беспечными. Лед может быть тонок. А вот эта работа Яна Брейгеля-старшего – это работа на медной дощечке. Это самая-самая миниатюрная копия большой работы отца. И вот если их сравнивать, а здесь, конечно, благодатная почва для сравнения, две работы рядом, то видно, что это очень хорошая копия, и все вроде бы как надо. Ну, можно поспорить по цвету, но, в конце концов, почему нет? Но вот в этой, конечно, работе вызов такой индивидуальной манеры. Да, она тоже повторяет, да, там чего-то нет, нет вдалеке города. Это суть в манере, суть в цвете, суть в умении передать какую-то, может быть, вот эту зимнюю стылость. И несмотря на то, что эта работа, она правда очень маленькая, сразу понятно, кто на что претендовал. Я не говорю, что повторять работы отца и быть тоже хорошим художником – это плохо, это было нормально. Но все-таки в Яне Брейгеле старшим ощущается совсем другое. И это все подтверждено, на самом деле, уже последующей жизнью, потому что в какой-то момент Питер Брейгеле младший, он как-то сойдет вот с этой вот такой мировой сценой искусства, его на какое-то время забудут, его будут считать копиистом, ну, как-то. А вот Яна Брейгеле старшего, он всегда был, всегда был такой в славе. Его работы всегда украшали стены музеев, он всегда был очень почетен для коллекции, ну, потому что индивидуальность, потому что она вот стала выходить на первый план. Вот он, типичный Ян Брейгеле старший, одна из главных его, наверное, заслуг перед европейской живописью, что он придумал вот эти цветочные натюрморты. Недаром Яна Брейгеля старшего еще называют Яном Брейгелем цветочным. Кроме прочего, его еще называют бархатным за вот эту вот невероятную, какую-то чуть отстраненную, холодную, ну, все-таки, очень какую-то еще мягкую манеру письма. Это видно на каких-то крупных, особенно, цветах. Тут еще что важно, что Ян Брейгель старший был очень уважаем, очень популярен, и он имел доступ в теплицы, где произрастали цветы. И надо заметить, что каждый цветок он писал с натуры. Ну, мы понимаем, что вообще-то, если, например, цветут тюльпаны, то в этот момент ирисы могут и не цвести. Поэтому иногда, если ты заказываешь работу Яну Брейгелю старшему, ждать ты ее можешь очень долго, потому что пока вот весь этот круг не пройдет, пока он не напишет все цветочки, которые расцвели, он работу не отдает. Говорить о манере здесь, в общем, даже бессмысленно. Тут я не могу не уйти в биографию. Я уже рассказывала, что Питер Брейгель старший умирает очень-очень рано, его жена умирает тоже довольно рано, и дети, два сына, и дочка. В общем, они такие сиротки. Но у них есть прекрасная бабушка Майкин Берхюльст. Она художница. И художница-миниатюристка. Это вообще удивительная история. Во-первых, в то время, ну, женщин-художников так прям обчелся на самом деле. Ко всему прочему, она действительно создает очень миниатюрные, очень подробные работы. И вот я думаю, вот эта бабушкина выучка, она вот во внуки так вот серьезно выстрелила. Потому что это, конечно, невероятная и под какой-то своей тщательностью работы. Причем, знаете, тщательность в живописи – это не всегда плюс, да? Иногда это какая-то очень механическая история, которая тебя не впечатляет. Но не в этом случае. Потому что здесь эта тщательность настолько выверенная, настолько естественная, что тут ты в эту гущу погружаешься. А вот это уже работа Яна Брейгеля, младшего сына. Яна Брейгеля-старшего, внука Питера Брейгеля-старшего. У него как-то все очень хорошо складывалось. Он был таким наследником большого клана, большой семьи. Но в какой-то момент он, естественно, уезжает учиться в Италию. Это было принято. И тут вот случается трагедия. Ему приходится в какой-то момент быстро вернуться домой, потому что вся его семья, и в том числе Ян Брейгель, старшие умирают от холеры. Все как-то очень скоропостижно. И он остается за старшего. И ему переходит вся эта большая такая художественная практика, художественная мастерская. Он продолжает, в общем, делать своего отца. Ну вот вы видите, это нутюрморт цветочный. И, в общем, он сохраняет все это такое, сохраняет заказчиков, сохраняет маневу отца. Тоже он пишет цветы летом, осенью, весной, чтобы собрать один букет. Пишет их с натуры. Конечно, специалисты отмечают, что его манера чуть менее, может быть, изящна, чуть менее бархатна, чем у отца. Но при этом он твердо держит дело. Пишет он не только цветы. Вот тут есть и работы на мифологический сюжет. Вот это Венера в кузнице вулкана. Очень много он пишет пейзажей. И сцена крестьянской жизни, ну вот удивительно, это разрыв поколения получается. Вот если у его деда и у его дяди это такая развеселая, очень удалая крестьянская жизнь. Они такие все очень витальные. Какие-то пьянки все время, какой-то намекся на сексуальные отношения, свадьбы, какие-то карнавалы. То пейзажи Яна Брейгеля-младшего, они такие очень аристократичные тоже. Такие красивые крестьяне, они такие немножко даже фигуры какие-то стафажные, маленькие. Красивый пейзаж, все очень вычищенные. То есть это совсем какая-то другая жизнь. Я думаю, что это прежде всего еще было связано с требованиями заказчика. То есть постепенно может быть такой спад интереса к работам Питера Брейгеля-старшего происходит. И уже не требуются именно те образы и именно те сигналы, которые подавал тот художник. Вот в этом пространстве выставки работ Брейгелей нет совсем. Есть Давид Теннерс, это художник, который вошел в семью, он не кровный родственник, он женился на одной из дочерей Яна Брейгеля-старшего. И, кстати, в качестве приданного с невестой получил работу ее отца Яна Брейгеля-старшего и деда Питера Брейгеля-старшего. Прекрасная была приданная. В общем, ему действительно повезло, он вошел в большой клан и был многими признан, да и художником он был, собственно, неплохим. Но про этот зал я рассказывать подробно не буду. Здесь много работ. И, наверное, в этом зале самое главное понять, как вот эта Брейгелевская традиция, которая исходит от самого Питера Брейгеля-старшего и потом от его сыновей, как она менялась в живописи, в голландской живописи, в фламандской живописи, как она менялась. Здесь есть бытовой жанр, здесь есть пейзажи, здесь есть натюрморты. И везде можно хоть чуть-чуть отследить влияние Брейгелей, как будто это была такая большая плодотворная река, от которой вот пошли какие-то маленькие реки, каждый взял что-то свое. Подписывайтесь, пока! Субтитры подогнал «Симон»!